Является теми, кто продвигает. Встретились руководители образовательных учреждений искусства, собрались в одном зале. Конференцию начали с поздравления. В этом году в Саратове появился новый культурный центр. Весной особняк на улице Волжской передали одаренным детям. 29 марта у нас уже был открыт региональный центр по работе с одаренными детьми. В рамках этого было передано здание официальных делегаций на Волжской 32. И лишь только в мае вышел указ президента Российской Федерации, чтобы создать такие центры. К этому моменту у нас уже этот центр был создан. На ежегодную конференцию собрались руководители школ и училищ культуры со всей области. Любовь Корчашкина приехала из Красноармейска. В городе, говорит педагог, несколько сотен одаренных детей. Многие из них – призеры всероссийских и международных конкурсов. Добиться этих результатов, считает учитель, помогают в том числе и такие конференции. Это встреча с коллегами, с руководителями школ, это общение, обмен опытом, конечно же. Поэтому для нас это радостное событие. Мы, видите, все ходим, улыбаемся, рады друг другу, поздравляем с праздником. Больше всего времени уделили обсуждению самого наболевшего вопроса – повышению зарплаты работникам культуры. Кроме увеличения оклада, всем учителям в этом году будут давать еще и единовременные выплаты молодым специалистам. С 1 июля 2012 года еще и профтехобразование, и профессиональные училища, которые связаны в том числе и с культурой, на 22,4% будет повышена заработная плата. То есть создаются условия для того, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно, знали, что их труд оценен по заслугам. После выступления всех приглашенных на конференцию прошла церемония награждения. За достигнутые успехи в работе с одаренными детьми 25 преподавателям вручили дипломы Министерства культуры Саратовской области и денежные премии. Александра Сидоровнина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.